Итак, всем привет, с вами Дом Гай, и мы начинаем играть за новую Калифорнийскую Республику в мод Old World Blues. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас тут стоит большая задача. Нужно восстановить цивилизацию в разрушенной Америке. И, конечно же, кроме нас это никто не сможет сделать. Лор-мода, я думаю, достаточно понятен и известен. Это Fallout. Ну, а потому куда мы пойдем? Я смотрел, здесь есть три основных путя, но я бы сказал два основных. И еще два дополнительных, то есть вот здесь вот интеллектуалы, и здесь, я так понимаю, хаос элиты. Ну, я подумал, что все-таки пойдем мы по достаточно обычному пути, потому что мне он как-то чуть больше понравился. Конечно, больше всего мне понравился путь интеллектуалов здесь, но фокусов у них поменьше, и как будто вещей у них проработано поменьше. По крайней мере, так мне показалось. Хотя выглядели они сильнее, потому что у них есть технологии получше. Тем не менее, поехали. Миф об основании. Будем мы в игре использовать, я думаю, пехоту, плюс немножко, наверное, элитных. У нас есть рейджер и спецназ. И попробуем использовать танки, потому что у нас, по идее, какие-то танки будут доступны, да. А значит, мы можем попробовать использовать их. Достаточно интересно, они должны быть здесь. Поехали. Вот это, так сказать говоря, заказали на стриме. Если вы там не бываете, обязательно заходите. Что на ютубе, что можно подписаться на твич. Сам мод я не сильно люблю, как минимум из-за интерфейса. Прекрасный желтый на желтом. Но придется, как-то, кстати, мириться. В остальном, мод в целом, достаточно неплохо проработан. И вот оно. Начало. Герой убежища 13. Обязатель убежища посетил его и начал возвращать город, собственно говоря. Здесь, кстати говоря, много вариантов, что можно сделать. Поддержка войны на подчинение поменять. И получение беженцев дополнительных. Здесь стабильность и расцветительность за, в общем-то, экономику. А здесь немножко людей и исследований на производство. Это выглядит самым приятным бафом, пожалуй. Это, конечно, тоже сильно, но... Давайте, наверное... Наверное, я все-таки поддержку войны все убирать не хочу. Не верю, насколько легко я здесь поднимаю. Давайте берем себе вот это. Нормальный баф. Теперь наследие президента Танди. Кстати, из интересных механик здесь еще есть. Самая напряженность с, в общем-то, братством стали. Здесь разные планы, как мы можем с ними, в общем-то, начать войну и их победить. Ну, очевидно, победить-то мы можем плюс-минус всегда, наверное. Потому что это Ишка плюс не самое сильное. Но напасть мы можем по разным вариантам. Если мы просто гигасильные, либо у нас здесь есть дополнительные условия, то есть там, допустим, Цезаря нету, нет еще кого-то, легионов, каких-то у нас фланги все безопасные. Будем потихоньку пытаться к этому тоже прийти. Босс свободы. Кто-то недоволен, но мы получаем плюс поддержку войны. Да, я думаю, на стакать было бы очень хорошо, потому что пока что она очень низкая. Смотрите, в этой годы республики можно получить все четыре фабрики. Либо по одному уровню инфраструктуры везде абсолютно, либо кучу-кучу укреплений, как я понимаю. Это местное укрепление, верно? Да. Ну нет, нет. Три цифки, конечно, самое сильное, я думаю, в нашем случае. И вот застои. То есть начинаются у нас проблемы, я так полагаю. Есть вариант, что мы потеряли за это время. Стабильность на поддержку войны. Что-то непереведенное. Страв к политической власти, но деньги. Или одну военочку снять. Я думаю, наверное, вот это мы возьмем. Нам, потому что военка все еще нужна. Стабильностью можно немножко пожертвовать. Я думаю, мы ее сможем кое-как отключать потом у брата, потому что я видел, что здесь можно ее точно повышать. В общем-то, так или иначе, мы сможем ее вернуть в хорошее состояние. Здесь Калифорния. У нас имеется, в общем-то, множество кризисов, и у нас начинаются выборы. Демократия должна восторженствовать. Обязательно. Наша демократия. Вот они, наши выборы. Республика и демократия. Народом, для народа, из народа. В общем-то, есть разные здесь факции, те самые. Ну, мы знаем, мы пойдем, конечно, в Кимбала. Так, пока что мы ничего не можем сделать, потому что у нас все еще есть северная граница, и мы не можем ничего с ши сделать. На всякий случай давайте сюда армию поставим. Я пока не уверен, куда именно нам нужна будет армия в первую очередь. Но посмотрим. И с фокусом наступно здесь с армией что-то сделать, либо цифки получить. Конечно, в экономику сначала выходим. Так, люди, называющиеся риелтором, покупают и продают лачуги. Нужен надзор. Звучит небезопасно, однозначно. У нас появляется первая политическая власть, и я сейчас думаю, а куда нам вообще встает ее вкладывать. Наверное, я пока что ее поддержу, потому что, скорее всего, мне она понадобится в каких-нибудь решениях. Обычно так и бывает в таких модах. Так, за базаром мы теперь следим. Готово. Я думаю, нам было бы неплохо вот сюда тоже пройти, потому что здесь очень солидные у нас дебафы сейчас есть на оружие. Вообще-то и на исследование, и на производство. Было бы очень хорошо его исследовать. Ну, все вот здесь фокусы и убраться от этого. Но пока не уверен. У нас, если говорить, возможно, немножко повлиять на выборы в городе убежище. Звучит, как будто это очень хорошая идея. Давайте так и сделаем. Не уверен, что это прям нам что-то даст. Я не знаю, ли это на что-то сильно или нет. Наверное, да. Попробуем. Я смотрю, у нас очень плохой здесь советник. Его поменять бы как-то, но этих всех мы не можем менять. Наверное, у нас попозже будет возможность это сделать. Ну ладно, наверное, чуть-чуть подождет еще скидочка. Дойдем все-таки... Я смотрю, здесь еще есть фабрики и деньги. И тут еще есть развитие, что тоже еще даст нам деньги в теории. На самом деле, не так плохо. Я просто не знаю, насколько много мы возьмем фокусов до войны какой-нибудь. Как минимум, я точно знаю, что у нас с Легионом будет война. И как минимум, у нас будут пограничные конфликты. Так что нам нужно будет к этому подготовиться. Думаю, то, что мы точно можем взять пораньше. Давайте золотой гекка, стабильность, доход и политка. Более-менее неплохо. Пойдет. Смотрите-ка, бандитизм в хабе. Видимо, начались у нас события. После прогресса, либо вмешательство правительства поможет. Соответственно, мы можем отправить солдат в хаб. Кстати, мы для потребительских товаров. То есть, либо мы экономим и сами это не пускай разбираются. Я думаю, нам точно надо помогать. Конечно, это нельзя бросать наших граждан в беде. Правительство поможет. Заканчиваем фокус и идем вот сюда. Это хаос на территориях Навара. Сырочка с фонграфами. В общем-то, начались проблемы. Почему именно племена таковали? Мудренно защитить свою территорию. Это однозначно. Действительно, напряженно здесь на границе. В Бежать с Наварой мы можем отправить добровольцев в класс. И сразу получаем в этом недоверие. Ярость Олгуда. И так, пока там ярость Олгуда делается это одно, нам нужно сразу отправить от добровольцев. Однозначно. И так, мы не знали, что происходит. Да. Вот Олгуд говорит, что мы делаем там нечестно, а мы говорим, что мы распространяем там цивилизацию. Конечно же, поддерживаем у Кимбала. Верите, когда серия появился в этом недоверие, мы, так как я понимаю, должны получить поддержку в Сенате. И Олгуд потихоньку будет по кнопочкам получать дополнительное. Ну, видите, по решениям здесь растекают. И потом уже идет вот он, и мы либо сможем защититься, либо нет. Я думаю, хаб это, конечно, важно. Но хаб должен чуть-чуть все-таки дождаться, пока у нас будет все внутри хорошо. Потому что если мы не сможем внутренние свои проблемы решить, как бы политически, то туда уже вообще никто не пойдет, очевидно. Этот идеалист не подумает даже помогать. Поэтому разрыгаем милитаризм и отправляем поддержку в Мохаве. Будем заниматься здесь другими еще пафами. Нужно получить достаточно поддержки. Кстати, стабильность вкачать тоже хорошая идея. К примеру, можем инвестировать деньги. Давайте инвестируем в Шейдер Сенс, очевидно, в столицу. Наши рассказы, если вот просто застряли, мы не можем никуда выйти. Отвратительно. Но ничего, сейчас поможем. Время мы тут собирательство открыли. Будем находить, пытаться, по крайней мере, находить какие-то технологии. Итак, добровольцы здесь. И теперь все в порядке, потому что НКР спасет цивилизацию в этом месте. Начинается расследование на ВАРа. Они хотят доказать, что там происходит. Конечно же, не мы начали, а Ши и Братство. Можно будет сейчас, наверное, туда сразу и пройти. Там, видите, есть здесь отсчет на этот фокус. Как раз таки надо его быстрее сделать. Наши войска прибыли. И потихоньку сейчас начнем мы давить. Вроде как наша армия выглядит прям, ну, сильнее по ощущениям. Ну да. Давайте тогда будем действовать здесь. Активно. И вот уже первые успехи наших, скажем так, добровольческих сил, которые демократически помогают нам понять, что они неправы. Попытался я еще чуть-чуть их подокружить, но не слишком получилось. Все-таки статы наших войск пока, кристина говоря, так себе. Слишком много урона они не наносят. Но мы все еще будем пытаться. Наверное, вот здесь вот даже получится. Если говоря, здесь я вижу добровольцев из Ши, силовой брони. Квартовой Ши. Нам нужно будет ими заняться позже. Очевидно, что они вот этими войсками нарушают наши договоренности. Еще было бы идеально эту самую дивизию окружить, тоже и уничтожить. Но вообще не уверен, насколько это реально. Ну, это нереально, в общем-то. Мы чуть-чуть продвинулись, и уже они сдались. Устраиваем новый фронт. И сейчас этими племенами тоже займемся. Демократия успешно спасена. И наши мужики на велосипедах. Да, это может казаться мотоциклом, но... А, нет, подожди, это мотоцикл, который выглядит почти как велосипед. Ладно, это и правда мотоцикл. Вот наши мотоциклисты окружают русские дивизии. Прекрасно. На самом деле, да, действительно немножко полезно. И победа в Наваро, победа за демократию, за республику. Мы это аннексируем, и это становится нашими национальными территориями. Но пришел нас на границе побеждает, ну и все те же знают, что мы победили здесь. Прекрасное дополнение для наших метатерриторий. Да, порядок был восстановлен. Нам достались, скажем так, наследственно здесь некоторые дивизии. Часть из них я, пожалуй, распущу. Но здесь, если кто-то сохранит опыт после конвертации в трупперах наших, таких немного, их мы оставим. Берем, я думаю, все военного теоретика, это выглядит полезным. Плюс, наверное, я был бы не против, этот чуть-чуть с опережением, опять исследовать со сухопутную доктрину. Потому что здесь их надо именно исследовать, а значит, да, уже пора. Промышленность реально неплохо подбустилась, уже скоро-то фабрик будет. Прекрасно. Хотя, из-за всяких проблем, тнп у нас маленький. Теперь у нас еще есть флот, внезапно. Может, в этой игре мы еще даже его используем, посмотрим. И да, я его потренирую. Вот, интересно, движется, кстати, что-то мы там собрали. Где мы H&H Tools? Ага. Это мы получаем, соответствующий, довоенный бизнес. Слушайте, очень неплохо, на самом деле. Мы это сейчас возьмем. Как-то говорят, трус, all good. Вот, нашу военную риторику. Ну, как у нас может не быть военной риторики, когда здесь такая угроза в виде легиона Цесаря. В принципе, пустоши очень опасное место. Тут, очевидно, везде война. Он говорит, что это, на самом деле, авторитарная. И против республики. Ну, дурак, дурак. Но, падежку войны он нам снизит. И в городе уберечье победил Майер. Так, это достаточно грустно. Они выбирают новое направление. Нас отсюда, скорее всего, выкинут. Но мы еще, наверное, вернемся. Вот наш гарнизон. Выкинули. И за 6 дней до завершения расследования, мы говорим, увы, расследования не будет. Смотрите-ка, all good проповедует модель могильника. Говорит, там все классно. Промышленность. Ему даже кто-то верит. Но мы-то знаем, мы-то знаем, что там хаос происходит. Наоборот, все отвратительно. Сразу видно, что он обманывает людей, но, к сожалению, ему поверят. Ничего, мы теперь занимаемся контрактом свободного рынка. 5 объема, я так полагаю, вот сюда. Да, это лучше взять пораньше. А, кстати говоря, плюс деньги еще приходят. Давайте инвестируем побольше денег. И да, хаб это не могильник, но это не важно. Главное знать, кто виноват в этих проблемах. Ну и пока мы имеем очень уверенное преимущество. Так что, я думаю, проблем с этим, с победой не будет. Задимаемся теперь хабом. Из-за балленности медицинская поддержка помогает воевать радиоактивных отходов. Допустим. Ну, вообще я их беру еще потому, что, по идее, вот здесь вот есть плюс атака в пустыне. И выглядит это неплохо. Это даст солидное возмещение потерь. И настакиваем мы дальше бафы на пустыне, потому что пустыней, очевидно, очень много. А я понял, я не могу вот сюда вот наш флот завести, пока мы не контролируем ши. То есть попозже мы только сможем с этим разобраться. И прекрасно, с бадами мы там разобрались. Шикарно. Александру Драмонду можно дать Мастера Городского Боя. А это... Драмонт. Вот он. Это, наверное, было бы более-менее неплохо, я думаю. Да. Но попозже. И все-таки я иду в Врев Митриде. У нас пока слишком сильных фокусов нету. Здесь нечто полезное. Вот это, кстати говоря, тоже полезный фокус. Стабильная скорость листа фабрик. Но хочется... Хотя знаете что? Давайте дойдем все-таки сюда. И возьмем себе вот это. И жестко наделаем фабрик. И Кимбл побеждает. И походу я... Да, я не возьму эти фокусы, увы. И я пойду сразу вперед. И давайте начнем здесь с империи свободы. Начинаем потихонечку экономику нашу пробуждать. Саму довольную Кимбу не убираем. Освобождаем наши фабрики. Нам нужно жестко строиться опять-таки. И давайте-ка сразу в потоке. Нам нужно, я думаю, очень сейчас активными рывками обезопасивать наши границы. Очень активными. Особенно сейчас, когда внутри проблемы решены. Можно нормально заняться внешними. Ну, торговца с Гавайи. Слушайте, поддержку войны можно подкачать? И да, я это сделаю. Можем мы начинать с каких-то... Начать здесь генералов. И я буду. 203 пасса в планировании и опыта армии. Очень хороший генерал. Вот здесь, смотрите-ка, добавили некоторые новые типы. По крайней мере, вот это я раньше не видел. И они имеют минус атаку много куда. Но... Это вроде ПТ пехоты. Они имеют статы все получше чуть-чуть. Но зато тратят взрывчатку в пулемет. То есть они намного дороже, но намного приятнее с ними воевать. Ну, нет, это у нас будет основа. Она будет такая. Наша цена армия будет просто из пехоты. Хотя, в принципе, вот так, наверное, нам подойдет. В камере покажется. Дальше посмотрим. Ну что, пора дальше экономика. Думаю, бустить параллельно, пока мы будем воевать сюда. Обещание силы и безопасности. Экономика готова к войне. Минус ТНП. Плюс масса эффективность. Скоро строительство заводов военных. Так что, скоро мы перейдем, я думаю, как раз-таки на жесткую постройку военных заводов. Потому что нам их очень не хватает. Давайте-ка туда же делаем объединить их. Сейчас мы с этими довоюем. Я здесь только дообучал войска. Доделал шаблон, дообучил. Пускай опыт собирают уже новые полностью заполненные войска. Захватим следующим разлом. И пойдем диверсировать сооруженные контракты. Начнем настраивать, собственно говоря, те самые военные заводы. Начнем эффективность. На них набирать. Потому что здесь очень хорошие для этого все бафы. И я думаю, возьмем все-таки вот эти вот скидочки на производство. Потому что, ну, очень уж это будет дорого нам иначе делать. Хотя, посмотрим. Может быть, я опять передумаю. Я думаю, на этом можно подзавершить нашу первую серию. Мы неплохо начали. Подинвестируем под конец. Будем строить старую, добрую, американскую демократию. Как говорится, основанную на богатых капиталистах, лоббизме. В общем, все как обычно. Все как мы любим. С вами был Топгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.